По поводу внутренних конфликтов и вторичных выгод так называемых симптомов. Я хочу всем вам еще раз очень внятно объяснить, что давайте быстренько нарисую такой экспромт, да, непланированный. Значит, вторичная выгода симптома или правильнее это назвать функция симптома, она выглядит вот здесь. То есть, в принципе, эта механика, она взята из патоэтиологической концепции внутренних конфликтов. То есть, вообще слово вторичная выгода симптома, она употребляется только теми людьми, теми специалистами, которые работают в концепции психодинамики. Да, то есть, функция симптома или вторичная выгода симптома это не термин когнитиноповеденческой психотерапии. Вторичная выгода симптома или функция симптома это термин психодинамики. Невозможно вырвать вторичную выгоду симптома от термина внутреннего конфликта, потому что это то же самое, что попытаться разъединить воспаление легких и пульмонологию. Пульмонология это наука, изучающая болезни легких, а воспаление легких это одна из болезней. Они идут неразрывно. Поэтому невозможно разрывать тему внутренних конфликтов и тему вторичной выгоды симптома, игнорируя одно или другое. Быстро нарисую, откуда вообще этот термин взялся. Вот так называемая функция симптома. Это функция, которую выполняет ваш симптом в кавычках ваша фобическая конструкция или похондрия. Например, я буду ходить по врачам, я буду считать себя больной, я буду исследовать себя и лечить невроз, потому что... И тут начинаются стандартные функции. В принципе, они достаточно хорошо изучены психоаналитиками, но по большому счёту вам заморачиваться не нужно сильно на эту тему. Нужно только понять, что функция симптома это либо откладывать принятие решения, либо снимать с себя ответственность перед чем-либо. Либо откладывать принятие решения, либо снимать ответственность. Почему? Да, вот есть некий симптом, назовём его ипохондрия. Возникает симптом тревожного невроза ипохондрия. У него возникает функция отложить какое-то важное решение в жизни из той сферы, из которой как раз-таки человек убегает. Почему? Потому что есть так называемая психотравмирующая ситуация или психотравмирующий фактор. Пишем психотравма. Этой психотравмой, в кавычках, может выступать всё, что угодно. Этой психотравмой может возникать ситуация, которая возникла, например, измена мужа. Или ситуация может возникать очень эмоциональное какое-то ваше состояние. Ребята, это вопрос к вашему интернету, не ко мне. Значит, психотравмой является что-то в вашей жизни. Но, смотрите, что возникает. Не может работать функция симптома вне наличия внутреннего конфликта. А вот здесь есть какие-то ваши сверхценные потребности из детства. Какие-то детские сверхценные потребности. Мы чуть попозже это изучим более детально. Так вот, что получается. Есть какие-то ваши детские сверхценные потребности. Или какие-то ваши личные сверхценные верования или желания. И есть ситуация. Например, если ваше верование и ваша внутренняя потребность это семья. Давайте вот такой пример приведем. Это семья. Потому что лично ваша семья была, скажем так, специфической. И вы считаете, что ваша задача главная внутренняя это семья. И это для вас большая ценность. И вы замуж вышли. А ваш муж взял и вам изменил. Либо бросил вас. Так вот, вот эта ситуация измена или бросание мужа будет для вас психотравной. Потому что для вас это очень ценно. И вот здесь возникает внутреннее противоречие. Например, с одной стороны вы хотите сохранить семью. А с другой стороны хотите развестись. Потому что вам изменили. Или с одной стороны вы хотите сохранить семью. А с другой стороны у вас не получается. Потому что от вас уходят. И вот эта неспособность утилизировать внутреннее противоречие между сверхценными потребностями и ситуацией. И называется в патоэтиологии внутренними энтропсихическими конфликтами. Которые вызывают напряжение. Это напряжение вызывает определенную вегетативную и фабическую симптоматику. У которой возникает вторичная функция откладывать принятие решения. Проще говоря, функция говорит примерно так. Поскольку ты не знаешь, как разрешать эту ситуацию. У тебя нет на это никакого психологического инструментария. Давай с тобой вообще возьмем и забудем про то, что эта ситуация вообще есть. Давай вообще с тобой забудем о том, что есть какая-то у нас с тобой история. И мы будем с тобой только думать о том, как бы поскорее выздороветь. И возникает просто вот такой вот зависон. Так работает ипохондрия, так работает кардиофобия, так работают многие невротические фобии. Поэтому невозможно отделять функцию симптома от вот этого внутреннего энтропсихического процесса. Потому что функция симптома всегда нужна для того, чтобы решить вот эту ситуацию, которую клиенту а. неосознанно, б. кажется субъективно нерешенной. Восклицательный знак, кто это понимает. Поэтому невозможно говорить о том, что функция симптома существует, но не существует некой идеи о том, что есть внутреннее напряжение, связанное вот с этой историей. Многие говорят о том, что главная задача это снимать тревожность. Но проблема в том, что тревожность вызывает именно вот это обстоятельство, именно вот этот стиль мышления, именно вот эти сверхценные детские истории, и именно вот эти ваши внутренние реальные обстоятельства. Просто так слово «снять тревожность» оно не совсем правильное, потому что тревожность-то возникает именно потому, что есть какая-то психотравмирующая ситуация. И этой психотравмирующей… Я уже пример привёл, Михаил, вот наглядный вам пример. Не с семьёй, сейчас приведу. Второй пример можно привести с ОКР. Например, когда у нас есть ребёнок, который воспитывался в очень нормативной семье, который имеет очень детские сверхценные потребности в правильности, в такой он пятёрочник, такой вот он весь должен быть очень ровным и нормативным. А в жизни возникают ситуации, где, например, ему приходится выходить за рамки этих нормативностей. Например, его заставляют что-то делать. Или он сталкивается с жизнями и обстоятельствами, в которых он не может быть нормативным и правильным. Либо он боится потерять эту нормативность и правильность. Возникает интрапсихический конфликт по принципу обсессивно-психостенического. Это конфликт между внутренними моралью и долгом и некоторыми обстоятельствами, с которыми вам либо приходится сталкиваться, либо вы боитесь столкнуться. Это и есть вызывание базовой тревожности, которая имеет своё напряжение и свою обсессивно-компульсивную симптоматику, чтобы эту тревожность снимать, как будто выпускаете газ из-под бутылки из-под шампанского. Функции и симптомы здесь как раз-таки будут выполнять ухода от этой истории. Потому что человек будет полностью убеждён, что у него проблема в каких-то ритуалах и обсессиях. Но на самом деле проблема в хроническом интрапсихическом противоречии между своими убеждениями, моралью и долгом и своими реальными жизненными обстоятельствами, с которыми он не может справляться из-за этой нормативности. Поэтому термин внутренний конфликт, он достаточно важно понимать, но он сложный для большинства обывателей. Более того, он сложный для большинства психологов. Поэтому, чтобы не разбираться в этом аналитическом моменте, поскольку у кого-то нет для этого таланта, нет для этого склонности, нет для этого склонности, скажем так, им проще сказать, что, ребята, вот это всё как бы не нужно, а вот функция симптома, она существует. И здесь очень хорошо спекулируется идея. Если клиент не поддаётся терапии, вы просто всегда можете сказать, что, знаете, у вас есть функция симптома, поэтому ты просто не хочешь. Но окей, если ты говоришь о том, что есть функция симптома, тогда почему мы игнорируем эту схему, когда она работает воедино? Функция симптома работает только тогда, когда есть какое-то основное внутреннее составляющее, которое и создаёт эту тревожность. Это второе. И третье. Терапевтическая модель здесь выглядит очень несложно. Соответственно, функция симптома и сам симптом уйдёт тогда, когда вот в клинике неврозов имени Бехтерева это называют, это не мной придумано. Придите в клинику неврозов имени Бехтерева. Скажите, что такое патогенетическая психотерапия. Вам нарисуют эту схему. Соответственно, функция симптома и сам симптом уходят за ненадобностью только тогда, когда человек сам в себе решает вот эти вопросы. Где он договаривается сам с собой между определёнными ценностями и между теми обстоятельствами, которые у него происходят или которые произошли, или которые грядут произойти и так далее. То есть, когда он решает с собой вот эти вещи между нормами, моралью, требованиями, между какими-то надуманными тенденциями и реальной жизненной ситуацией в прошлом, настоящем или в будущем, у него утрачивается напряжение, ситуация разряжается, функция симптома откладывать решение или что-то там уходить как страус в песок заканчивается. И в клинике невроза имени Бехтерева этот момент называют дарит симптом. Дарит симптом – это такая терминология Бехтерева о том, что функция симптома ушла и симптом закончился, он его подарил как бы врачу, потому что симптом уже ничего не решает в его внутреннем состоянии. То есть, когда женщина здесь приняла решение о том, что она не разводится, она поняла, что для нее семья является более сверхценной, она нашла в себе моральные силы и аргументы и решение простить этого мужа, договориться с ним, она для себя с собой это решение приняла, напряжение ушло, функция симптома – искать в себе 33-й рак уже отсутствует. Восклицательный знак, кому понятна механика. Это сложно, это патоэтиология, этому надо учиться. Не все консультанты понимают эту сложную психоаналитическую, психодинамическую концепцию. Поэтому очень часто мы слышим о том, что вот эта история – это вообще как бы странно, это вообще не нужно. Вместе с этим надо объяснить, что когда в симптоме образуется такой отдельный феномен, как панические атаки и, например, замыкание на какую-то агорафобию, этот процесс, он выглядит автономным. Например, мы возьмем всю ту же самую женщину, у которой семья сверхценна, или мальчика, у которого все нормативно. Есть какие-то обстоятельства, она не знает, как их решить, она в противоречии с сама собой. Это вызывает тревогу, социальную, внутреннюю тревогу вызывает вегетативную симптоматику. Функция симптома откладывает принятие решения. Но из-за того, что она тревожная и мнительная, она может испугаться вегетативной симптоматики и испытать паническую атаку. Из-за ее тревожности и мнительности она придаст панической атаке слишком тревожное и мнительное значение и начнет избегать мест, в которых они были. Считаешь, она умирает. И у нее возникнет автономный синдром, который называется паническим расстройством, которое работает как бы автономно от всей этой патогенетической концепции. Всем это понятно, плюсик кому понятно. Поэтому, когда мы говорим про панические атаки и агорафобию, здесь патоэтиология, она не совсем рассматривается. Потому что концепция внутренних конфликтов и концепция патогенетической психотерапии, она нужна будет чуть попозже. И вот вы сейчас здесь для этого и находитесь в большинстве. Поэтому, например, на базовом курсе или в своих роликах я и говорю, что паническую атаку и агорафобию прорабатываются отдельными упражнениями. Она прорабатывается системной экспозицией, десенсибилизацией. И как только пациент научается понимать, что с ним происходит, он больше не паникует, он больше не создаёт избегающего поведения, он переходит вот в эту модель, где общее напряжение есть, согласны. В целом эта модель продолжает функционировать, но вот этих вот уже испугов и вот этих уже избегающих форм поведения, их нет. Потому что они проработаны были отдельно. Но в целом модель эта остаётся. Как здесь помогает психо-когнитивная школа и эмоциональный интеллект? Мы с вами изучаем в целом модель нашего мышления, модель наших автоматизмов, которые можно, условно говоря, нарисовать вот таким вот образом. Это то, как мы автоматически взираем на разные жизненные ситуации. И мы научаемся видеть наши автоматические реакции, наши автоматические суждения, наши автоматические паттерны поведения и мышления. И мы должны будем с вами разобраться, что же за ваше автоматическое мышление, в каких обстоятельствах вызывает какие-то внутренние противоречия, какие-то слишком сверхценные эмоциональные градусы, каких решений вы принять не можете, почему вы считаете, что эти решения недопустимы. Понятно вообще, что я говорю, да? Какие ситуации для вас травматичны, какие для вас ситуации кажутся в будущем нерешённые, какие в настоящем вам кажутся не такие, какие они есть. И когда мы здесь меняем с автоматизма на осознанный выбор, это что нам даёт? Нам этот осознанный выбор даёт как раз способность к разрешению этих ситуаций. И вместе с этим разрешением этих ситуаций, эта ситуация, базовая тревожность начинает уменьшаться. Теперь понятно? Поэтому когда вам расскажут о том, что внутренние конфликты – это всё не алё, но есть какая-то вторичная выгода, и вот тут у нас всё так это придумано кем-то, топайте в клинику неврозов имени Бехтерева, изучайте матчасть психотерапии, и там вам это прекрасно расскажут. Просто проблема в том, что это сложно для большинства психологов, потому что научить человека вот этой истории – это непросто. Научить человека не паниковать, не бояться вегетатики, не бояться паники – это относительно легко, это не психотерапия, это просто образовательный социальный тренинг. А вот чтобы человек решил вот эти внутренние вопросы, и эта система, и есть невроз, перестала функционировать за ненадобностью, вот это уже матчасть психоанализа, матчасть аналитического склада ума терапевта. И, к сожалению, у некоторых моих коллег этого склада ума нету. Так уж сложилось, что выросло, то выросло. Поэтому проще обесценить эту научную, медицинскую, подчёркиваю, модель, и её профанировать. Вот такой вот вам кейс, именно для понимания того, что такое внутренние конфликты, и вообще, как это всё дело функционирует. Здесь понятно? Вопросы по этой схеме, и мы продолжим восьмой урок, будем учиться продолжать управлять своими вот этими выборами, чтобы эта ситуация решилась. Это ясно, вопросы кому не ясно, плюсик кому ясный. Пожалуйста. Сложновато, я понимаю. Но тебе не нужно заморачиваться. Тебе сейчас нужно вообще об этом всём не думать. Тебе нужно сейчас думать только о том, о чём мы занимаемся на сезоне. А это конкретное научение осознанному выбору ваших реакций на разные ситуации, которые, чтобы они не стали психотравмой. А если они стали для вас психотравмой, чтобы вы перестали это видеть как безвыходное, нападающее или определяющее. Понятно? Не надо заморачиваться. Хотите, я вам скажу просто. Научитесь не автоматизировать в катастрофу. Научитесь принимать решения. Научитесь размышлять, и вы найдёте решение вот здесь. То есть, пока вы не научитесь размышлять трезво, пока вы не научитесь размышлять аналитически, вот эта ситуация не разрешится. Потихонечку научитесь размышлять. Вот мы сегодня к этой технологии перейдём. Потихонечку начнёте об этом думать, так сразу у нас с вами и решится потихонечку этот вопрос. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее, но он станет разрешаться. Потому что есть обстоятельства, где они сложились таким образом, что просто их не решить ввиду каких-то технических нюансов. Ну, например, вы что-то осознали и что-то поняли в своей личной жизни профессионально, но прямо завтра вы решение принять это не можете радикально, потому что у вас нет накопленных денег, потому что вам жить негде, потому что много обстоятельств бытовых. И вам придётся какое-то время для того, чтобы принять это решение. Ну, например, кейс. Был человек, страдающий когда-то паническими атаками, в целом напряжением, в целом апохондрии. Он откладывал принятие решения. Оказывается, изучая патогенез, в чём история? История в том, что девушка поняла, что её личная жизнь не устраивает её и так далее, и тому подобное. И она, с одной стороны, испытывает ежедневную психотравму, техника принятия решений. Заебись, Екатерина. Ну вы что? А мы чем занимаемся с вами все эти 8 занятий? Вам надо техника принятия решений. Я вам 8 уроков уже про это рассказываю. Сейчас я сегодня буду об этом ещё отдельно подробно говорить. Так вот, смотрите. И вот девушка осознаёт, что для неё психотравмой являются, например, те отношения личные, которые у неё есть. Её внутренняя часть, её внутреннее состояние хочет уйти, потому что она хочет другой жизни, потому что ей не нравится. Но её обстоятельства мешают ей это сделать, потому что идти ей некуда. Денег у неё нету. Образования у неё нету. И она одна не очень-то может, не очень-то умеет. И тут куча всяких страшилок о том, что будет если. Когда она это осознаёт, она понимает, что завтра она эту ситуацию не разрулит. Потому что от того, что она осознала внутренние свои какие-то противоречия, она от этого завтра решения не примет. И никакая психотерапия, никакие, как тут Катя пишет, техники, ей не помогут. Потому что если у тебя ноль рублей, ноль копеек в кармане, то это никак тебе не изменит ничего. И она говорит, да, действительно, я поняла, но я завтра это не смогу решить. И я принимаю внимание решение пока что оставить всё это как есть, но вместе с этим я буду заниматься своим образованием, своей учёбой, своей работой, потихонечку встановясь на самостоятельные рельсы, потихонечку начиная зарабатывать самостоятельно. И как только я морально, окрепно и финансово смогу понимать, в ряде случаев это поиск альтернативного мужчины, как бы это ни звучало странно. Как только я пойму, что я морально окрепла, как только я пойму, что я финансово могу, я решение это приму. Вот как только у неё это в голове образовалось, внутреннее напряжение резко спало, и её симптоматика закончилась. Не закончилась сама ситуация, но она для себя приняла решение, как она в этой ситуации будет решать. Лобковский этим пульсом? Да не Лобковский, это медицинская модель неврозов. Видимо, он её просто хорошо знает. Просто в большинстве случаев в Ютьюбе этого не очень-то знают. Понимаете? К сожалению. И рассказывают, что внутренний конфликт – это какая-то сказка Красикова. Понимаете? Вот какая-то сказка просто. В клинике неврозов имени Бехтера вам сказки рассказывают. Понимаете? Центральный институт, который изучает сложные неврозы. Вот там сказки всем рассказывают, а вот у нас в Ютьюбе все такие молодцы. Вот функция симптома есть, а вот этого всего нету, потому что это сложно. Проще рассказать про панические атаки с агорофобией. Это очень просто. Это правда. Вот. Поэтому я хочу вас всех ещё раз призвать к пониманию того, нахрена мы вообще занимаемся эмоциональным интеллектом. Это позволяет… Восклицательный знак, кто это понимает. Это позволяет научиться принимать решения, научиться не катастрофизировать, научиться выбирать, научиться не забегать в прошлое, научиться отпускать, научиться идти вперёд. И тогда никаких противоречий затянутых, которые вызывают и симптоматику, и функцию не будет. Ясно? Аллилуйя! Я вас поздравляю, вы сегодня узнали то, что многие психологи даже не пытаются узнать. Роберт, давай это выложим на Ютьюб. Сделай здесь, пожалуйста, отметочку. Хорошо? Я тебя очень прошу, с момента, когда я начал рассказывать про внутренние конфликты, вот с этого момента. Ладно? Спасибо тебе большое. Подготовь этот файл к публикации на канал, пожалуйста. Так. Вы размялись? Слушайте, до меня 10 лет уже рвут. Рвалка закончится, понимаете? И она уже заканчивается. Потому что, если, понимаете, как говорил известный герой российского телевидения, сила у того, за кем правда. все эти вещи, инсинуации, их можно, конечно, очень красиво подавать, жалостно, жалобно, прикрываясь детьми, прикрываясь кем угодно, но рано или поздно, понимаете, все становится на свои места. И если человек не имеет каких-то способностей, то рано или поздно это становится все больше и больше очевидно. Вот и все. Нет тут никакой проблемы. Так, ну что же, поехали? Ну просто есть разные модальности психотерапии. Понимаете, есть психологи, которые зверушек рисуют, деревьицы рисуют. У вас панические атаки, давайте зверушек нарисуем. Давайте поговорим с травой. Да, давайте поговорим, там, я не знаю, с деревьями. Давайте просто снизим тревожность. Ну заебись. Просто поменяйте свое убеждение. Ну как бы да, поменяйте свое убеждение. Но даже если так, то для чего? Для того, чтобы человек нашел в себе внутренние противоречия, принял в них решение. Чего ты вот от этого-то уходишь? В чем за принцип такой? В чем проблема-то? Ну вот она, патогенез. Это называется псих... Есть патогенез, вот это называется на медицине патогенез, если что, кому интересно, да? Ну вот есть психологи, которые просто не очень это знают. Это называется патогенез. А есть психогенез, чем отличается патогенез от психогенеза? Пусть идут в Бехтерево, там учатся, платят деньги. Если профессорский состав захочет, они вас обучат. Крутой маразм какой-то просто, крепчающий был. Вот. Патогенез и психогенез, это и есть основа невротических расстройств. Все остальное, это коммерческая история. Продолжение следует... Продолжение следует...